Ну что ж, всем в очередной раз привет! Мы перенеслись из Москвы. Маршрут мастера Маргариты мы не нашли, нам просто надоело. И мы посетили детский мир, посетили смотровую площадку и телепортировались в Могилёв. Телепортировались мы примерно около 6 часов или 7. Но тем не менее это мы сделали. На самом деле трасса довольно хорошая, едется довольно легко и просто. Ну тем не менее, все равно 500 с лишним километров, поэтому потребовалось времени. Разобрались, попытались разобраться с местной валютой. Тут большая сложность в том, что в обиходе сейчас 2 местные валюты, которые до старой миллиона и новой, которые меньше. Соответственно нам надо учитывать одну валюту, надо учитывать вторую валюту. Причем переводить это все в наши рубли, чтобы понимать, сколько мы платим. Ну так что это у нас сложная история. И самое главное, что сейчас мы разобрались с валютой более-менее. Купили сим-карты с местным интернетом и заселились в квартиру. Квартира стоит всего 27 долларов. То есть по белорусски мы заплатили 53 рубля белорусских. По нашим это где-то 1700 рублей. Да, плюс-минус. Доходится немного как бы на отшипе, но до центра мы дошли буквально, пока мы здесь ждали, за 5 минут, может даже меньше. Поэтому расположение абсолютно мне нравится. А сама хата, она шикарная, я считаю. То есть у нас есть большая двухспальная кровать, нас трое. Сандрончик занял свой диван. Все сделано в таком как бы египетном стиле. У нас есть камин. Включили. Сейчас где-то включить. О, нет, он нажал. Купечку скорее всего включил. О, я нашел, как включить. То есть он как бы горит, все. Можно включить на тепло его, чтобы он грел. Так что это прикольно. И у нас есть такая вот кухонка. Шикарная тарелка прикольная. Да, да. Мы начинаем в этаже. Там хозяйка принесла маленькие кексики. Так что как бы не все так просто. То есть нам принесли кексики, нам принесли... Че нам принесли еще? Нам принесли чай, причем чай в Гринфилд. Нам принесли кофе. Якобс. О, ну, кстати, такого нету. Скажи? Какой-то... Ага, ну, дизайнер. Ну, да, сейчас тут что-то новое. Вот. И в принципе по общению очень хорошая хозяйка. Подравилась по разговору. Подсказала всякие вопросы. То есть узнала, что мы путешествуем, что мы туристы. И не только бы в Могилев. Вот так мы один день, она подсказала, куда мы пешком. Что в Завовсад лучше вроде попозже. Потому что зубры, которых мы хотим, кстати, посмотреть, они пока вроде как спят. Жарко им. Поэтому квартира определенно зачет. Оставлю ссылку. Так что если будете в Могилеве, звоните, заселяйте сюда. Вот. А мы путешествуем дальше. Могилев мы почти покинули. Точнее, мы его не покинули. Мы из него выехали. Поехали в деревню Буйнича. Это, можно сказать, пригород Могилев. Тут находится, естественно, наша цель. Почему мы приехали в этот город, именно в Могилев. Тут Завовград. Завовсад, завовсад, помню. Ну, в Завовсад нам посоветовать чуть попозже прийти. Часам как шести. Потому что пока жарко, животные спят. Ну, не спят. Им жарко, как бы. Они лежат, отдыхают. А часа в шесть начинают кормить. Поэтому мы решили сейчас зайти на озеро Роспелс. Мемориальный комплекс. Вот. Военный. Тут такая аллея. Где надо? Пушка. Часовинка. И стоит несколько танков. Танков, пушек. Вот, да. Почитаем, что-то написано. Вот ее. Ой, Зика. Я, конечно, смеюсь, что она слезами наполнена. Но, тем не менее. Тебе почти получилось. Так. Нам таки не удалось определить, какой это танк. То ли ИС. Иосиф Сталин. То ли КВ-85. Ну, он, блин, что-то такой огромный. Слушай, он больше ИСА-3, который у нас стоит. Он больше третий. Ну так. Ну так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы в красную кормежку попали. Я думаю один волк с человеком не справится, он может нанести серьезные раны, хотя если нападет в шею и вцепится. Я думаю, что это не так. 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 Это не так. Я думаю, что это не так.